Лезгистанец. Тумсо, почему до 30 лет ты не произносил слово Ичкерия, работая заместителем генерального директора, а когда уехал из Чечни, то сразу вспомнил? Джон Бон Джой. Привет, Тумсо. Вы можете сказать, чем отличаются чеченцы от ингушей с вашей точки зрения? Вы понимаете и говорите на ингушском языке, этот вопрос не провокация. Ради России они предали свою религию, свой народ и свое государство. Но чем это не геройство для России? По-моему, это вполне подходящие люди для звания героя России. Тумсо, ты всегда говоришь о независимости Чечни. Вот мне интересно, чем ты собираешься кормить население без российских выплат и пенсий? Простой человек, ассаламу алейкум, есть у меня знакомые, читающие имаульт и так далее, что в моей семье очень порицается. Как быть с такими? Должны ли эти разные религиозные взгляды как-то разделять нас? Конечно, должны. Конечно, должны. Но это не значит, что мы из-за этого теперь не можем жить в рамках одного общества, государства и так далее. Надо понимать, что религиозные разногласия, они всегда были и будут. И люди с разными религиозными взглядами никогда не объединятся на единых убеждениях. То есть, чтение мавлидов, зикров и прочие нововведения, это одно из самых порицаемых действий в исламе. Они совершают тяжкий грех, гораздо больший грех, чем человек, совершающий прелюбодеяние, пьющий алкоголь и прочее. То, что они делают, это гораздо хуже этого. Поэтому на это смотреть с каким-то одобрением, как-то сквозь пальцы, так скажем, проявлять к этому равнодушие нельзя. Ты должен быть противником подобных явлений, подобных убеждений. Ты не можешь с этими своими родственниками собираться на вот эти вот обряды мавлиида и так далее. Но это не говорит о том, что ты должен объявить им вражду и прекратить с ними всякое общение. В этом ведь нарушение, прерывание родственных связей, это то действие, к которому мы прибегаем только в случае, если от этого будет польза. То есть, если таким образом ты бы мог исправить этих своих родственников, если бы твой отказ от них заставил бы их задуматься и исправиться, то ты бы это сделал. Но мы понимаем, что в нынешнее время это так не работает. Ты их таким образом не исправишь. Поэтому с этими родственниками не надо прерывать родственных отношений. Нужно поддерживать родственные отношения во благо, то есть в благом, в том, что не противоречит религии. Однако ты должен пытаться их исправить, ты должен им постоянно объяснять, доносить до них, что это неправильно, что эти мавлиды, эти зикры, ну где люди бегают, прыгают, этого не совершал посланник Аллаха, не пришел он к нам с этой религией, с тем, что они делают. Это не из нашей религии. То есть, это нужно на нее наносить. Не нужно вот этой чрезмерности, крайности, надо ее избегать. Когда люди из-за этого там все объявляют вдвойну, конечно нет. Мы должны понимать, что это та данность, тот статус-кво, который мы имеем. И мы в одном обществе должны жить с этими людьми, имея при этом разные убеждения религиозные. Это факт. Поэтому мы должны понять, что дальнейшая жизнь, мы ее как-то должны построить, но при этом имея разные убеждения. И когда вы поймете это, когда вы придете к этому, вы оставите вот эти крайности и будете как-то друг другу делать наставления. То есть, в рамках бывает призыва. Они будут пытаться доказать, что истина на их стороне. Мы будем пытаться им доказать, что истина на нашей стороне. Но все это должно происходить в рамках диалога. Ни в коем случае никакого насилия. Без вот этих вот крайностей. Уже пора как бы с этим смириться и понять, что это, к сожалению, это та данность, которую мы имеем. Салам алейкум. Ты видел ролик, где лорд говорит, что войнахов он называет только чеченцев? Вопрос, не тупо ли называть чеченцев в Чечне войнах? Алейкум асалам. Я не видел ролик, о котором ты говоришь, но я одно скажу. Чеченцы вообще слово «войнах» внутри чеченского общества не используют. Это только использовалось для обозначения некого родства с ингушами. То есть это слово, которое мы используем исключительно, когда хотим, не хотим обидеть, так скажем, нингушей, чтобы их не отталкивать. Типа сказать, что мы одно целое используем это слово в войнах. Так как они его используют чаще именно в нингушском обществе это слово используется. Поэтому из уважения, как бы мы тоже так говорим, так внутри чеченского общества вообще это слово никогда не используется. Внутри чеченского общества используется только чеченец, нохчий, все. Томсо, что ты думаешь о происхождении чеченского народа? Какие народы являются чеченцам самыми братскими по культуре и биологическому, генетическому происхождению? Самым близким народом чеченцам являются ингуши. Что касается происхождения чеченского народа, как и любой другой народ, мы все произошли от Адама и Хавейн, мир и мобоин. И нет в нашем происхождении ничего сверхъестественного. Как бы это ни пытались доказать некоторые представители из нашего народа. Мы самый обычный народ, который произошел на этот свет самым обычным способом. Не задавайтесь ненужными вопросами. Джон Бон Джой. Привет, Томсо. Вы можете сказать, чем отличаются чеченцы от ингушей с вашей точки зрения? Вы понимаете и говорите на ингушском языке этот вопрос не провокация. Чем отличаются? Ну, тем, что у них немного, наверное, отличаются какие-то обычаи, у них немного отличается язык. Говорим ли мы на ингушском? Ну, мы не говорим на ингушском. У нас как будто бы один язык, но разные диалекты. Скажем так, некоторые ингуши, когда разговаривают, я могу не понять. Кто-то говорит очень быстро и когда в дикции есть некая неясность, как вот Кадыров, допустим, разговаривает. Если вот ингуш так разговаривает, то я его могу не понять. Но в целом, в большинстве случаев я понимаю ингушей, потому что практически у нас язык один. Когда, например, Чумаков, Хамзат читает проповедь, я понимаю его вообще на изи. Все понимаю, все, что он говорит. Поэтому в целом у нас язык один, просто разный, можно сказать, диалект. Сумас Асалам Алейкум, разница между чеченским и ингушским языком ровно такая, как между шведским и норвежским, так будет понятнее. Алейкум Асалам, возможно, ты прав, я просто не владею ни шведским, ни норвежским, но в целом, я думаю, что именно так и есть. Шведский, датский и норвежский, мне кажется, это вот, по-моему, один язык, но только немного отличающийся друг от друга. Но они вроде как друг с другом могут говорить и понимают друг друга. Вот у нас такая же ситуация. Причем, я думаю, что в нашей ситуации с ингушами, наверное, разница даже меньше, чем у норвежцев и шведов, допустим. Потому что здесь даже в алфавите у них есть какие-то разные буквы, а у нас с ингушами нет никаких разных букв. У нас один алфавит. Лезгистанец. Тумсо, почему до 30 лет ты не произносил слово Ичкерия, работая заместителем генерального директора, а когда уехал из Чечни, то сразу вспомнил? Потому что произносить публично, я, наверное, имею в виду публично, потому что в каких-то частных разговорах у себя на кухне это произносилось. Произносить это публично, ну, смерти подобно. Я же не самоубийца. Я не супермен, не герой какой-то. Конечно, я не произносил. Ни это слово, никакой флаг там, Ичкерийский. С ним я не ездил, не ходил. Свои убеждения хранил внутри себя, публично их нигде не озвучивал. Но при этом, конечно, узкий круг людей, друзей, родственников, они, конечно, знали наши убеждения и прекрасно понимали, что мы никогда не были на этой Ахматовской волне, да упасет нас и Вышний Аллах. С самого начала появления вот этого вот предателя, его предательской деятельности, я приближался к Аллаху ненавистью к этому человеку. Да погубит его Аллах в этом мире и в мире будущем. Его и его потомство. Как, по-твоему, получилось, что такие террористы, как Кадыров, стали героями России? По-моему, в этом нет ничего странного. Как раз подобные люди Кадырову, Ямадаеву, они и должны становиться героями России, я так думаю. Ради России они предали свою религию, свой народ и свое государство. Но чем это не геройство для России? По-моему, это вполне такие подходящие люди для звания героя России. И они очень четко так вписываются в этот ряд российских героев, таких как Шаманов и вот этих прочих преступников. Прямо вот они очень круто там смотрятся. Даудов. Представляете, какая компания? Шаманов, Кадыров, Даудов. Дилимханов. Это очень круто. Ты желаешь Кадырову зла? Я Кадырову желаю справедливости. Справедливости я желаю. Справедливость не может быть злом. Его накажут справедливо. Да, именно. Его накажут справедливо и, иншаллах, его накажут справедливо. И тогда восторжествует справедливость. И на самом деле это для него не является злом. Хотя он, наверное, так думает. Но это не зло. Томсом. Как-то Кадыров, сидя в мечети со своим окружением, говорил о выявлении ваххабитов. Я могу понять то, что он говорил про абы какую бороду. Но причем здесь походка и подворачивание штанины. Но у Кадырова свое представление о всех этих моментах. Он выявляет таким образом. И по походкам, и по штанинам. Ярослав из Мурманска. Здравствуйте, Томсо. Хорошо выглядите. Недавно было видео ваше про Дуки. Хотелось бы спросить, был ли Джохар религиозным человеком? И что думаете насчет его крылатых фраз «хорошее образование» и «ум»? Здравствуй, Ярослав. Значит, был ли Джохар религиозным человеком? Ну, соблюдающим он точно был. Я просто не знаю, что ты вкладываешь под слово «религиозный». Если имеется в виду, соблюдал ли он обряды ислама, являющиеся обязательными для мусульманина? Да. Мы можем засвидетельствовать о том, что он совершал намаз. И мы также имеем о нем хорошее мнение, что он, значит, совершал и остальное. Мы видели его в хадже. То есть, обязательные столпы ислама он однозначно совершал. А по поводу его крылатых фраз «это хорошее образование» и «ум»? Я думаю, да, это хороший интеллект, это ум, это образование. Это все вместе. Тумсо, ты всегда говоришь о независимости, Чечни. Вот мне интересно, чем ты собираешься кормить население без российских выплат и пенсий? Я сам понятия не имею, Мансур, Трисемерки. Я вообще не могу понять, как весь этот мир живет без российских пенсий и выплат. Наверняка мы тоже умрем с голоду без России. Не знаю, как говорил Дудаев, мы пойдем, наверное, есть мушмолу в леса. Ведь без вас весь этот мир загинается, умирает. Тумсо, как в Чечне обстоят дела с работой и сколько средняя зарплата? Если все так плохо, как ты говоришь, то откуда у многих чеченцев дорогие машины и деньги? Значит, в Чечне с работой все обстоит плохо. Работы, к сожалению, нет. Безработица очень высокая. Хоть они там официально статистику подводят под нужную, но ситуация очень плохая с работой, на самом деле. А сколько там средняя зарплата? Не знаю, не могу тебе сказать. Это все-таки статистические данные. Я могу лишь сказать, что я помню людей на тот момент, когда я был дома в 2015 году. Я видел людей, которые работали там за 8 тысяч в месяц. Это то, что я видел своими глазами. Поэтому ситуация, на самом деле, с зарплатами тоже очень непростая. А вот что касается, если все так плохо, как ты говоришь, то откуда у многих чеченцев дорогие машины и деньги? Ну, у многих чеченцев, как ты говоришь, это не большинство, а многие, я согласен. Это люди, которые имеют какой-то бизнес, где-то в кадыровской системе, в этой иерархии власти как-то состоят и так далее. И у них есть, конечно, дорогие машины, хорошие, огромные дома, целые дворцы. Но большинство народа этого не имеет. Поэтому нужно судить не по небольшому количеству людей, которые живут хорошо, а судить по общему количеству чеченцев, по большинству чеченцев. Ну и нельзя забывать, что чеченцы это все-таки народ, который не ноет, как правило. И всегда мы умели выживать. И в любой ситуации, даже в экстремальной, даже когда нас геноцидили, мы всегда выживали, восстанавливались. Поэтому народ как-то приспосабливается. Можешь обратиться к молодежи Европы, чтобы добивались результата в разных сферах и готовились к возвращению в свободную Чечню? Тебя-то точно услышат. Да, присоединяюсь к твоим, к сказанному тобой. Действительно нужно набираться знаний, учиться, получать высококвалифицированное образование в различных сферах. Нам нужны, и сейчас нужны, и будут нужны образованные люди. интеллигентные, образованные, умные люди. Поэтому призываю всех посвятить себя обучению, развитию. Занимайтесь самообразованием. Субтитры создавал DimaTorzok